Паралимпийский спорт Наши спортсмены взяли 80 медалей, из которых 30 золотых Вы тренер бронзового призера Паралимпийских игр в Лондоне Владимира Кривули И как никто другой знаете, чего стоит эта победа? Какой ценой она дается? Цена победы, цена медали очень высока Хочу привести пример Вот у нас есть спортсмены, которые за 6, 7, 8 лет занятий не пропустили ни одной тренировки То есть дождь, снег, ветер, непогода Они все равно идут на тренировку, на колясках ли Общественным транспортом добираются и не пропускают Через весь город еще не будет И вот такова цена у кого-то получается немножко получше Везет кому-то немножко побольше У кого-то немножко поменьше Но все они уже спортсмены, великие спортсмены Призеры чемпионатов России, Европы, мира Ну и как вершина призер Паралимпийских игр Владимир Кривуля Который при весе 52 килограмма поднял штангу весом 174 килограмма Насколько сложно работать с паралимпийскими спортсменами по сравнению с обычными? Знаете, мне часто задают этот вопрос Сложность несложна В чем-то сложнее, но сложности такие чисто физические Там коляску перенести, спортсмена поднять там в наши поезда Которые не всегда приспособлены А в моральном плане, ну с ними работать легче Потому что они более благодарны Более благодарны, они отзываются на тренировки Я же говорю, вот я работал раньше со здоровыми спортсменами И они могут себе позволить не прийти на тренировку Что-то здесь тренерские установки они выполняют полностью И с этой точки зрения, конечно, с ними работать легче Но у каждого из них своя непростая история Каждому, следовательно, должен быть свой какой-то подход Вот как вы находите ключ каждому спортсмену? Ну да, спортсмены индивидуальные Конечно, каждому приходится вникать в их жизнь Мы разговариваем очень часто с родителями, общаемся То есть родители это тоже составляющая часть? Обязательно, и родители, и школы, и институт То есть не все на тренере? Нет, нет, мы работаем очень тесно и с учебными заведениями И бываем дома у спортсменов И спортсмены к нам домой приходят в гости Ну а как, если вы самолет в 6 утра, а человек живет далеко? Они приезжают, ночуют у тренера Потому что тренер это второй родитель Был ли кто-нибудь из ваших воспитанников, который сдался? Или вот такие спортсмены не сдаются? Ну, слово сдался, наверное, они не сдавались Есть какие-то обстоятельства, которые вынуждали их бросить спорт Но мы рады, что эти обстоятельства были хорошими Серебряный призер чемпионата мира Надя Бурмак родила девочку Бронзовый призер Переса Европы Дина Витько родила тоже И вот из-за таких обстоятельств они пусть на время оставят спорт А так, чтобы сдался такого Нет, чтобы бьются до конца Ну, наверное, неспроста вы стали заслуженным тренером России по пауэрлифтингу А какая вот специфика тренировки спортсмена с ограниченными возможностями? Ну, специфика больше работы индивидуально с каждым спортсменом Здоровым спортсменам можно дать задания, они делают и делают А здесь надо за каждым посмотреть и кому-то и диски на штангу повесить Кого-то к штанге подвести У нас же и слабовидящие спортсмены Очень много приходит сейчас молодых спортсменов Которым надо объяснять все с самого начала Которые вообще ничего не знают Они домашние дети Ну, а сами спортсмены друг другу помогают, например? Конечно, а как уж? Спортсмены у нас довольно-таки самостоятельные И иногда они, собираясь все вместе, они обсуждают и тренировки И друг друга поддерживают И на соревнованиях очень хорошо болеет наша краснодарская команда Очень дружно И на соревнованиях с флагом Кубани практически мы одни только приезжаем на чемпионат России И кто выходит на помост, он сразу же чувствует поддержку Но были ли случаи, когда вы внутренне понимали, что приходит какой-то Ребенок, например, и у него какие-то вот И вам тяжело вот морально Что вы в себе находили, чтобы вот жестко все-таки тренировать И не давать волю чувствам и эмоциям? Спортсмены поднимают максимальные веса в основном на соревнованиях И перед соревнованиями на проходках Поэтому вот в эти моменты, конечно, сердце у тренера подпрыгивает Вот представляете, я вывожу 20 человек на чемпионат России И каждый делает по три подхода То есть он делает, спортсмен, три подхода А я 60 раз 20 спортсменов, по три подхода И я 60 раз подпрыгиваю на месте Поднимет, не поднимет Правильно, неправильно Засчитают судьи, не засчитается В это же время смотришь на соперника Вот здесь жалко спортсмена То есть что он испытывает Даже не физические перегрузки, а моральные Вот А с точки зрения, что им трудно, не трудно на тренировках Ну вот сейчас у нас девочка молодая появилась из Динского района У нее рука не разгибается до конца Ну вот не будет у человека больших результатов Но она стремится, и что мы ее выбросим за порог Нет, она тренируется, уже поднимает неплохой вес И стремится попасть в сборную команду Ну вот я знаю, что у вас есть запатентованная какая-то разработка Вот какие должны быть условия и вообще вот ваши разработки Насколько они помогают нашим спортсменам? Ну здесь на кафедре адаптивной физикой культуры В нашем университете при участии профессора Трембача Моего научного руководителя Была разработана рядом специалистов Не только я, нас несколько человек Мы в скамью для жима лежа, на которой лежат спортсмены Поднимая штангу, мы туда поставили датчики Датчики по всей скамее Теперь мы можем отслеживать скорость подъема штанги Ускорение Изменение центра тяжести Помогает это на соревнованиях Показать ошибки На тренировках показывает Потом Но уже это изобретение, да? Какие-то результаты Это уже изобретение, оно запатентовано Мы эту скамью поставили на Кубке России Она прямо на соревнованиях И все тренеры подходили со всей России Смотрели ошибки Мы уже ошибки диктовали Следом Паралимпийский комитет России Заинтересовался этой скамьей И теперь уже на учебно-тренировочных сборах Где тренируется сборная команда России Нашу скамью приобрели И она теперь там Я так понимаю, на ней занимается Владимир Кривуля И на ней тоже Просто вот он собирается выступать Он готовится выступать на Паралимпиаде В Рио-де-Жанейро в 2016 году И вот когда он вернулся еще из Лондона Он сказал, что вот это главная сейчас задача То есть победа на Паралимпиаде Вот как идет сейчас тренировка? Какие результаты? Тренировка идет полным ходом Тренировки идут Значит результат у нас по сравнению С Олимпиадой в Лондоне Увеличился Увеличился на порядок Но он очень же расстроился в Лондоне Что ему не хватило одного килограмма Не хватило одного килограмма Да, мы, к сожалению, с жеребьевкой Нам не повезло Мы шли первыми Они уже знали все наши результаты Вот Одного спортсмена проиграли килограмм Другого по собственному весу Просто здесь уже неудача Но на чемпионате мира Который прошел уже В этом году Володя занял уверенно второе место То есть те спортсмены Которые мы проиграли на Олимпиаде Мы у них уже выиграли Вот И с результатом С неплохим мы подходим К чемпионату Европы Который будет на будущий год Решающим И потом Рио-де-Жанейро Мы надеемся И даже точно знаем Что мы Отдадим все силы Чтобы выступить успешно Юрий Викторович Ну вот К вам приходит очень много ребят У вас очень много ребят Ну остается заниматься Вот как вы чувствуете чемпиона? Это ведь намного сложнее Чем у обычных спортсменов Конечно В первую очередь мы смотрим Силовые способности Гибкость Его отношения Но у каждого тренера Конечно Внутри Есть Как сказал Мой руководитель Геннадий Гавридович Литвинов У вас Юрий Викторович Есть Неоценимое качество У вас есть Чутье Чутье на спортсменов Ну вот Наверное Это Ну все таки Что первое Может там бросается в глаза Какое-то поведение Спортсмена Волевой Что? Ну Мы смотрим Сначала мы смотрим На Спортсменов в глаза Если у него есть В глазах Вот это стремление Искорка То мы видим Что это будущий Наверное Все таки чемпион Ну а когда Владимир Пришел? Он пришел 14 лет ему было Сейчас ему 23 Вот 9 лет Мы С ним вместе Работаем Когда он Пришел Первый раз Конечно Было видно Буквально через 3-4 тренировки Что это будет Спортсмен Высокого класса Ну вот смотрите Большинство соревнований Которые проходят У обычных спортсменов Трибуны Все заполнены У людей С ограниченными Возможностями Зачастую Но очень много Свободных мест Вот На Паралимпиаде В Сочи Свободных мест Не было Вот как вы считаете Что изменилось? После Олимпиады В Сочи Отношение Людей Изменилось К спорту Паралимпийскому Изменилось Отношение Самих спортсменов Они увидели Что такое Здесь рядом И Уже стали Мне звонки Поступать От людей Которые Просто Своих знакомых Рекомендуют Ребят Что Возьмите их Заниматься То есть Получается Вот у самих Спортсменов Все-таки Изменилось То есть Больше Ребята Хотят Идти в спорт Конечно После Олимпиады Однозначно И я скажу так Что в Лондоне Уже началось Это Уже полные Трибуны Были Потому что Когда проходят Соревнования Спортсменов Инвалидов Через буквально Какое-то время Люди забывают Что это инвалиды Они смотрят Как человек Поднимает И Они видят Что Силу воли Оценивают Этих спортсменов И потом Они уже не смотрят На инвалидов Смотрят На результат Как человек Пробежал Как человек Стрельнул Как человек Поднял штангу И это На самом деле Захватывающее зрелище Смотреть Как спортсмены На грани Своих возможностей Поступают Юрий Викторович Вот что вы Как вы считаете Что нужно Для того Чтобы люди С инвалидностью Начали заниматься Спортом И чувствовали себя Без барьеров Среди обычных людей Ну Отношение Самих людей Должно быть К инвалидам Такое Что они На равных На равных И у нас Сейчас Проводится Соревнование Буквально 20 декабря Где мы Не делим Спортсменов На инвалидов И на здоровых Мы всех Приглашаем Мы подготовили Хорошие призы То есть Квалификации Вот этой Не будет разделения Нет Не будут Они будут делиться По весовым Каким категориям А инвалид Это или нет Здесь значение Не имеют Но Владимир Кривуля Может фору Любому дать Я вам скажу Что в 9 категориях Из 10 У нас выигрывают Паралимпийцы Как бы это Не звучало Потому что Юрий Викторович Спасибо большое Что вы пришли Успехов Вашим воспитанникам Новых побед А нашим телезрителям Я желаю Не падать духом И всегда смотреть На паралимпийцев И брать Их пример До свидания Может еще раз Попрощаемся А я не писала А Спасибо Угу Юрий Викторович Новых побед Вашим воспитанникам А всем желаю Не падать духом И брать пример С паралимпийских чемпионов Удачи До свидания До свидания До 10 До 10 Давайте 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 7 2 Я в войсках Связи служил Там Спасибо Спасибо Еще Да Поговорите 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Слышно Я Юрий Викторович Спасибо Что Вы К нам Пришли Спасибо За интересное Интервью Надеемся Что Вы К нам Еще раз Придете Спасибо